Итак, почему воровской жаргон в моде у молодежи? Давайте обсудим это с Яной Лантратовой, правозащитником и Дмитрием Саблиным, депутатом Государственной Думы. Здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли. И, Яна Валерьевна, наверное, сначала вопрос к вам. Объясните, как вы это понимаете? Почему среди подростков, даже совсем маленьких детей, так популярно это АУЕ, эти какие-то воровские понятия, фотографирование с татуировками бандитскими на себе? Вы знаете, мы в рамках Совета по правам человека ездили в регионы России и посещали социальные учреждения, общались с людьми и посещали в том числе детские дома, интернаты, многодетные, малообеспеченные семьи. И столкнулись с этим явлением, когда человек сидит в тюрьме, у него есть свои смотрящие на воли и они устанавливают определенные порядки, в том числе и среди подростков из детских домов, интернатов и детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Их заставляют сдавать на общак для зоны, а если ребенок не может или не хочет, он переходит в разряд опущенных. Отдельная парта, отдельная посуда, над ним издеваются. И чтобы не попасть... Как они проникают в школе? Как человек, сидящий в тюрьме, может проникнуть вообще в круг школьного общения? Что самое интересное, чтобы не попасть в разряд опущенного, человек совершает право нарушения или преступления и попадает в СИЗО, спецшколу, колонии и так далее и тому подобное. А когда он выходит зачастую, он возвращается в ту же среду, откуда пришел, например, в детский дом или интернат, и там становится уже смотрящим. И собирает на общак уже тех ребят, которые находятся там. Таким образом это попадает, например, в детские дома и интернаты. Дмитрий Владимирович, но то, о чем Яна Валерьевна говорит, ну это запретами ведь не запретить. Это ведь не то, что какую-нибудь песенку вырезать или какие-нибудь стишки не дать публиковать. Это целая культура, целый социум. Как вы это запретами запретите? Ну абсолютно согласен. Во-первых, криминальная субкультура, она была всегда, во все время. Просто мы живем в мире информационных технологий, и она более так проникает в разные среды. Вопрос, конечно, запретить нельзя. Мы действительно достаточно глубоко прорабатывали этот вопрос. И, наверное, три главных таких момента, которые существуют. Во-первых, если мы хотим реально победить эту историю, да, во-первых, нужно разделить детей, которые сидят в колонии. Бывает, ребенок колбасу украл, бывает, сидит за убийство. Конечно, их надо разделять. Второе, проблема мы понимаем прекрасно, что когда ребенок сидит в колонии, он исполняется 19 лет, и он потом переводится уже в тюрьму, в взрослую тюрьму. Вот здесь вопрос, наверное, нужно с 19 до 21 года продлить, если ребенок нормальный, чтобы он был в колонии и мог вернуться к нормальной жизни. А из колонии дети как часто возвращаются к нормальной жизни? Я так понимаю, что рецидив довольно высокий. Знаете, это понятно, что это очень сложный вопрос процесса, но мы как общество, как государство должны делать все для того, чтобы ребенок вернулся. Иначе зачем все это нужно? Мы должны стремиться к тому, чтобы он не стал носителем культуры. А он мог стать полноценным человеком. По крайней мере, оградить тех, кто уже сегодня есть, и кого можно спасти. А может быть, это надо делать, меняя, собственно говоря, культуру в тюрьме, улучшая условия жизни заключенных, чтобы они не жили... Ну вот посмотрите, как живут заключенные. Я понимаю, что сложно сделать так же, как, например, в Норвегии, но они там живут совсем по-другому, и там не формируется эта бандитская культура. Криминальная субкультура не зависит от условий жизни, как живут в тюрьме. Это абсолютно не зависит. Криминальная субкультура... Вы понимаете, это такой определенный тренд. Где это существует? Вот мы говорим, есть ООЕ. Это детские дома, интернаты, это рабочие поселки, это такие промышленные города. Это вообще идет так с Востока. Причем, я могу сказать, это было и в советское время. Не надо думать, что это возникло только сегодня. Это было советское время, были драки района-район, это было всегда. Просто сейчас особенность, то что, еще раз, за счет информационной технологии, очень высокая скорость распространения, это очень высокая скорость. Ну понятно, да, они могут всем этим пользоваться. Казалось, я... Ну о рецидиве вы говорите. Вы знаете, зачастую статистика, я езжу по регионам и вижу этих подростков. Действительно, когда они возвращаются в ту среду, откуда пришли, у нас нет программы нормальной постинтернатного сопровождения и ресоциализации. Важно сопровождать этих детей. Тогда они не будут возвращаться. Хорошо, хочется коротко узнать ваше мнение. Все-таки этот закон существенно, если будет принят, сможет сократить количество подростков, вовлеченных в эту воровскую культуру? Мы проводили мониторинг социальных сетей. Посмотрите, какое число распространения этого явления в социальных сетях. Количество просмотров маленького интернет-канала 20,5 миллионов просмотров за короткий период времени. И там же идет онлайн-сбор денег на общак. Одними запретительными мерами мы не справимся. Надо запрещать, да. Надо блокировать, да. Но надо создавать проекты и подключать ветеранские организации, которые в том числе будут сопровождать этих детей. И тут надо работать в комплексе. И педагоги, и психологи, и криминологи, и эксперты, и общественные организации. И мы на базе Совета по правам человека и Госдумы сейчас объединяем этих людей и готовим программы. В общем, законам все не ограничится. Это будет комплекс. И здорово. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Яна Лантратова, правозащитница и Дмитрий Саблин, депутат Государственной Думы, были гостями нашей студии.